Девушки отдыхают Участники и зрители любят животных И очень символично, что это движение «Рок защиты животных» впервые в нашей стране началось как раз в знаменательную дату, День защиты животных, 4 октября И как раз сегодня этот концерт финальный совершается накануне Дня защиты прав животных, который отмечается 20 лет уже в мире с 1998 года в память о Дне защите прав человека Так вот, 10 декабря будет День защиты прав животных И накануне мы проводим этот финальный концерт Кстати, в саду «Эрмитаж» мы также проводим концерт 8 декабря в субботу с 12 до 4 в ход свободный Приглашаем вас также туда Я хотел сказать, что движение «Рок защиты прав животных» образовалось в мире достаточно давно И на современном этапе оно получило очень сильный скачок как раз в середине 20 века Но, к сожалению, в России мало чем можно похвастаться в этом смысле Особенно в последнее время абсолютно беспросветная картина Однако я перечислю позитивные моменты победы в движении защиты прав животных в мире Это, например, Англия, которая в 1822 году приняла закон о защите животных на государственном уровне То, чего пока нам не светит, к сожалению, при нынешней власти, которая никак не хочет принимать такой закон Однако этот закон каждый человек может принять для себя внутри Как, например, приняли на государственном уровне 50 стран мира закон о запрете цирков с животными Как, например, приняли 33 страны мира закон о запрете тестов косметических на животных Как приняли порядка двух десятков стран запрет разведения животных на меха, зверофермы или импорт мехов Как запретили порядка двух десятков стран или вовсе не имели дельфинарии и океанари И даже на стадии строительства больше 60 дельфинариев и океанаревов мира было закрыто Как запрещают охоту по всему миру и ограничивают ее Как, например, Коста-Рико запретил не только полностью охоту А даже цирк и даже зоопарк И Коста-Рико была, кстати, первая страна, которая запретила дельфинарии Ну, в нашей стране пока очень далеко до Коста-Рики У нас тоже есть победы Как, например, запрет кориды, который пытались ввести сюда в начале 2000-х И наша организация встала грудью и не допустила этого А планировалась демонстрация ежемесячной кориды по центральному телевидению И продюсеры генеральные были заинтересованы в этом Нам удалось сорвать эти планы Более того, та русская ториодорша, которая продвигала эту идею в массы Стала вегетарианкой Так что мы побеждаем и здесь, все-таки, из-под воли Но, однако, возвращаясь к международной линии Можно отметить также те моменты, что даже такие крупные миллиардеры, олигархи мира Как Илон Маск и Билл Гейтс, а также Леонардо Ди Каприо Вложились в производство веганского мяса, веганских бургеров растительных И также можно помнить, что Гугл отметил двукратное увеличение запросов слова веган И здесь следует отметить, что Россия имеет, вопреки расхожему мнению, что движение за право животных и веганство – это наносная тема Это вообще как бы западная фишка На самом деле, очень серьезные корни у веганства именно в России Потому что, когда в конце 19 века Лев Толстой стал вегетарианцем Он очень сильно вдохновил российских вегетарианцев, которые, по сути, были веганами А веганы – это строгие вегетарианцы, которые становятся вегетарианцами именно по причине сострадательности, жалости к животным То есть человек, который увидел, каким образом достигается его пища в тарелке, мясо и так далее Молоко, рыба, яйца и прочие продукты животного происхождения становятся веганами Так вот, еще в конце 19 века большинство российских вегетарианцев, именно по мотивам сострадания став вегетарианцами строгими Подвигали эту идею на Запад, потому что первый вегетарианский съезд, который состоялся в 1908 году, в начале 20 века Он объединен всех вегетарианцев мира, вызвал некую комиссию Большинство вегетарианцев мира, вегетарианцы из Великобритании, Америки, Германии, Франции и так далее Представляли собой интересы групп гигиенистических, то есть ставшими вегетарианцами по мотивам здоровья, гигиены, религий, каких угодно И сострадали на последнем месте И вот как раз российская группа, российская миссия говорила именно о сострадательном элементе вегетарианства О сострадательной базе вегетарианства То есть человек не имеет права убивать животных ради своей собственной пищи Когда существует огромное количество естественных альтернатив без причинения боли животным Ну, если закруглись, я бы рассказал о своей короткой истории, как я стал вегетарианцем Потому что я начала как раз именно с кошек и собак И для меня тема вегетарианства была настолько далека Потому что когда один мой друг, знакомый, приехал к нам в гости и ночевал Он выяснил, что он вегетарианец по тому случаю, что он утром стоял на голове Он был йогом, не ел сахар и мясо И на вопрос, почему, он сказал, что ради здоровья Мне это вызывало смешки, как у большинства людей, как у многих из нас Пока мы этим не вовлекаемся Конечно, это вызывало скепсис Но не более того, то есть интереса мало Ради здоровья человек стал вегетарианцем Ну, это его проблема Типа, вот люблю мясо, оно вкусное, нравится Но затем, уже имея кошачий собачий приют, как бы Ну, в основном кошачий Я узнал о том, каким образом Что происходит с теленком, у которого вот Вот он живой, здоровый, веселый И вот он на обувине Вот две фотографии, которые перевернули мой мир и сделали меня вегетарианцем И кошки, которые рядом Глядя на них, я думал, ну что, я люблю одних животных, а поедаю других Как бы вот такая связка вывела меня на вегетарианство Отказ от мяса Постепенно, постепенно А потом я встретил людей, которые меня просветили насчет веганства Это мои будущие коллеги, с которыми мы создали Виту Ирина Наложилова, прежде всего Ирина Мороева Вот, и здесь я узнал, что убийство животных происходит не только ради мяса Кровавого, вот этой плоти, который вырывает из живого практически тела То есть на обувине это абсолютно жесточайший казнь Там при всех якобы соблюдаемых нормах гуманности Невозможно никакой гуманности убийство достичь Это всегда будет жестокое убийство, всегда Связано с пытками предварительными и в момент смерти Так вот, мясо Это не Конец истории Существует еще молоко, которое не менее кроваво Потому что теленка отнимает у матери На первый, второй день максимум И потом вскоре его убивают на телятину Или на говядину То есть, по сути, люди едят детей Мясо детей Большинство мяса, которое в магазинах продается Это мясо детей Телята, поросята И так далее, и так далее И молоко, которое отнято у этих самых сирот И у их матерей Которое мы пьем, полагая, что это Прекрасный заменитель материнского молока Которого мы так привыкли с детства Хотя мы уже не помним вкус материнского молока Но вот этот суррогат, мы считаем, что это необходимая эссенция Яйца тоже связаны с суббистом Потому что для появления кур яйца необходимы Но дальше существует яйценоская промышленность И курино-мясная промышленность Так вот, для яйценоской промышленности петушки не нужны Поэтому их просто измалывают в мясорубке Буквально идет отсев Рабочие рассматривают, где самцы Налево-направо И конвейер запускает последний путь этих новорожденных цыплят В небытие Но каждый из нас Я возвращаюсь к началу Может, не дожидаясь принятия закона в нашей стране Написать закон для себя лично Стать элегантом, отказаться от любого сверхнасилия к животным А любое убийство животных — это сверхнасилие Поэтому будьте добры к себе прежде всего Счастливо Добрый вечер Спасибо, что вы есть Спасибо, что пришли Молонтер в моем представлении — это человек, который готов делиться любовью Любовь — это единственный язык на Земле, который понимают все А любовь к животным — это высочайший дар Мы обязаны его сохранить и продлить, если мы хотим продлить вообще жизнь на этой планете Я занимаюсь защитой животных где-то примерно лет 20 уже Из них 18 лет посвящено борьбе за закон Сначала он назывался законом о защите животных от жестокого обращения Что соответствовало его прямому назначению Потом он видоизменился, но продолжал все-таки нести эту функцию Сейчас он называется законом об ответственном обращении с животными Его судьба до сих пор темна и непонятна Его пускают по кругу уже который раз Единственный год, когда он был готов к принятию и дума была готова его принять И в принципе он нас всех устраивал Потому что в нем заложены были фундаментальные вещи На которых можно было дальше существовать всем нам вместе с животными Который позволял их защищать и обеспечить им более-менее приемлемое существование Но какие-то обстоятельства, которые я не знаю, где они решаются Его дважды снимали в 2017 году с рассмотрения И в результате он завис Но в это время успели выпустить убогую редакцию 245-й статьи Уголовного кодекса Потому что животным у нас сегодня защищают по сути дела Только несколько статей Гражданского кодекса Где они продолжают быть движимым имуществом И одна статья Уголовного кодекса, которая продолжает не работать И это мы можем видеть каждый день в интернете, в печати, где угодно Подростки продолжают живодерствовать Взрослые им от них не отстают Наказание за это по-прежнему Какие-то часы каких-то исправительных работ До тех пор, пока это будет Мир не изменится И судьба животных будет продолжать оставаться трагической Отраси, в которой была создана Как для решения гуманных задач Для решения проблем Связанных с гуманным отношением к животным Превратилась в гигантский конвейер смерти Который направлен на получение прибыли Извлечение прибыли любой ценой К сожалению, сегодня я вот вынуждена об этом сказать И должна сказать об этом Сегодняшнее утро началось трагедия Сгорел приют Счастливый друг Это частная передержка платная Которая по контракту с Московым природой Использовалась как реабилитационный центр Для редких пород птиц И некоторых животных Погибло очень много животных И это необратимо Это невозможно Я не знаю, как с этим дальше жить В Москве в 2001 году впервые в стране И мы могли бы гордиться этим Была принята программа Отлов, стерилизация, вакцинация И возврат животных в прежнюю среду обитания Но когда стали создаваться приюты Огромное количество средств созданных Выделенных для их функционирования и создания Было просто грубо разворовано Потом стали выделяться деньги на содержание животных И люди, которые выигрывали конкурсы Пролоббировали без возвратный отлов Сегодня в Москве 13 муниципальных приютов Они переполнены Это концлагеря для животных Как бы мы ни старались Что бы мы ни делали И все там держится исключительно на волонтерах Вообще в России Все держится на волонтерах Все добро, все милосердие Все функции спасения Государство устранилось Государство позволило зарабатывать на них бешеные деньги Это и контракты на убийство по всей России Где нет муниципальных приютов Это и контракты на содержание приютов Это и средства, выделяемые для приютов И собираемые с волонтеров Которые тоже расходуются в основном не на животных История с приютом «Счастливый друг» неоднозначна Его содержала дама Которая Сейчас объявлен сбор Которая не обеспечивала Ни безопасность этого приюта Ни должное отношение к животным В результате погибли В отсутствии закона В отсутствии каких бы то ни было правил За функционированием подобных мест Практически никто не наблюдает У нас нет служб Которые бы приходили и проверяли Состояние электропроводки Состояние пожарно-противожарной безопасности Состояние вообще санитарных приютов Они превращаются в отчины людей Которые ми сегодня управляют Это история из бана ЭКО Мы боролись годы для того Чтобы прекратилось убийство животных На территории муниципальных приютов Когда она ушла из этих приютов Около них новыми компаниями Были обнаружены массовые захоронения Прямо рядом с забором Сегодня погибли приюты Животные приюты Счастливый друг Я не уверена, что с этой историей Будут разбираться должным образом Уже объявлен сбор Милосердных людей В случае, когда гибнут животные У нас много И я думаю, что вместо того, чтобы Разбирать эту историю И понять, почему и что там было Будет выстроен новый приют С платной передержкой И никто не туда не будет входить По-прежнему, кроме волонтеров Которые колодятся и мало что могут На свои личные средства На все те сборы Все-таки я считаю Необходимо потребовать от власти Точного, детального расследования Этой истории Иначе этому конца не будет Однажды я была В Совете Федерации Когда мы боролись за притравки Когда Дума Запретила их Под давлением нас Общественности Под давлением тех Той информации, которую мы предоставляли Дума все-таки Нашла все мужества Приняла в третьем чтении Закон, запрещающий Притравочную деятельность Это позор вообще Позор нашей страны Это живодерская метка На заседании Совета Федерации Все-таки в комитете Нам удалось отстоять Этот закон Но потом я видела репортаж Где сидела Матвиенко И в зале было 92 Сенатора Охотника Которые не пропустили Этот закон Которые отстояли Притравочную деятельность И растерянная Матвиенко Обращалась к сенаторам И говорила Неужели здесь нет У меня ни одного Зоозащитника Ни одного Ни одного Зоозащитника Не оказалось И пока мы Бьемся за тот закон Который необходим Не только животным Но и людям Пока мы бьемся за него А его пускают по кругу Уже сегодня В другом комитете Разрабатывают закон О разрешении Вольерной охоты Это прямое убийство Я не понимаю Что могут чувствовать Государственные мужи Когда они Разрядки Для снятия напряжения Убивают Живых существ Загнанных в вольеры Я не понимаю Таких людей Я совершенно не понимаю Как с этим жить дальше Почему Власть Которая должна Государство Которое должно Воспитывать население На примере собственного На примере добра Это главная функция Государства Почему она уклоняется От этой своей функции Почему у нас Все больше и больше Существ Которые ни о чем Не заботятся Ни о чем не думая Ничего не понимая Выбрасывают коробки Щенками Котятами Почему это происходит Безнаказанно Каждый день Открывая фейсбук Ты видишь Изуродованных животных Брошенных Замерзающих И ничего Никому За это Не бывает Это сущности Которые заполняют Наше пространство И которые меняют Нашу жизнь И наш мир Я думаю Что Пока общество Само не созреет Пока мы с вами Не будем подбирать За ними Это все Что вышло Из их рук На убийство На жестокость На неминуемую погибель Мы не дождемся Закона Мы должны начать С самих себя Мы должны начать Со своих дворов Улиц Городов И соседей Мы должны Противостоять этому Иначе они изменят Мир необратимо И напоследок Несколько строчек Стихов Охота И место оставь Переработки мусора Как я понимаю Поговорим В прошлый раз Это было весьма интересно Надеюсь Что тему Ты подготовил Развил Что-то нам новое Ты расскажешь Ну сегодня Мы пообщаемся С новой аудиторией Так что я думаю Что это тоже будет интересно Ну что Привет ребята Как бодро и сдухо Да Отлично меня слышно Отлично Отлично Да Ну что ребята Я буду максимально краток Чтобы вас не грузить И подготовить Как раз пока идет Пересменка на сцене Очень максимально кратенько Знаете Сегодня мы иногда Слышали со сцены Не совсем утяжительные вещи Что может мы хотим Что те или иные решения Они наступили быстрее Мы понимаем Что происходят жестокие вещи Приходят неадекватные вещи Непонятные вещи Мы хотим Чтобы они сегодня остановились Но к сожалению Не все происходит По щелчку пальцев И сегодня Одно из наших выступающих Музыкантов Говорил Я поблагодарил вас За его музыку За его творчество Что когда-то Когда мне казалось Когда мне было плохо Когда мне было трудно И кажется Что больше ничего нет Его музыка Дарила мне свет И дарила мне надежду Когда уже больше никуда И сегодня я рад Что здесь Что сегодня у нас рок-концерт Что сегодня Мы сегодня зажжем Теплом наших сердец Тем, кому сегодня холодно Те, кто сегодня одиноки Мы найдем себе сегодня Новых друзей И эта музыка Она нам сегодня Подарит надежду О чем я хочу Кстати Мало кто знает Но сегодня же еще Международный день Волонтера-добровольца Много ли из нас Тех, кто уже участвует В волонтерских программах Помогают в приютах Убирают леса Сажают деревья Есть ли здесь такие участники Отлично Отлично, ребята А те, кто еще нет Пожалуйста Подходите к этим Замечательному сцену Подходите к нам Вот наши коллеги Замечательные Марши Пачкины На чехолке В плечах Все это мероприятие Подходите к нам Узнать о том Как участвовать В эковолонтерстве Подходите к нам Подходите к нам Подходите к нам Обустройство Трог для тигров Либо семечки Либо орешки Дальше Еще каждый из нас Так или иначе Наносит вред окружающей среде Но он может быть осознанный Неосознанный Но каждый из нас Производит в год 400 килограмм мусора Просто вот так вот Ничего не делая То есть мы живем Ходим Потребляем А 400 килограмм Его образуется Я думаю Что большинство из вас Тоже живут сейчас В Москве Или максимум в области Те кто в области Живут наверное Знают для себя Последствия Привоза московского мусора В виде вот этих вот Замечательных свалок Которые горят И очень дурно пахнут А еще как бы Мусор это такая Свообразная точка Где люди Где человек смыкается С ней с природой Вот Но эту ситуацию Можно сократить 97 процентов Тех того мусора Тех отходов Вот этого вот И вот на самом деле Все можно переработать И сделать все Полезные новые вещи И для этого Это все очень просто Нужно участвовать С одной стороны В раздельном сборе отходов Это делать достаточно просто Не надо никаких Пять контейнеров Достаточно всего Два контейнера Вы себе дома поставите Обычное ваше мусорное ведро Которое есть И с другой стороны Контейнер для торсовед Почему? Потому что мусор Оказывается Либо на легальной сонке Либо не на легальной Он летит не только в природе Он летит в животное Он попадает в леса Где он Во-первых Ухудшает жизнь Дела разнообразию Вот И вы уже много видите Сейчас цель Картинка Птицы его едят Есть такой Он попадает в воду Когда он горит На свалках Или в кострах Он выделяет Такие минимумы Вещества диоксины Которые оказывают Ковассальное Негативное воздействие К приводят к раку Есть такой остров Костров Костровно воды В ММГ Такое вирусное видео Было на фейсбуке Как у черепахи Из носа Достает трубочку Одноразовую Это конечно Ковассальное Жесткое видео И сейчас даже Вот в Европе Они отказываются От одноразового мусора От одноразовых трубочек Одноразовых стаканчиков Упаковки для еды И запрещают законодательно Дальше Есть такой остров Мидуэй в океане То есть там Не живут люди Но все равно Там гибнут птицы Там гибнет Георазнообразие Из-за того что Мусор Который туда выбрасывает Океан Он туда попадает А у нас то же самое У нас дофига Его по рекам Плавает По лесам лежит Поэтому Это одна из тем Что просвещает Никогда не оставляйте Мусор на природе И просвещайте Ваших друзей Для того Чтобы снизить Это влияние Первое Вот у нас Я думаю Те кто живет в Москве Заходите Есть такая карта Вторая Жизнь Вещей Или Ресайкл мэп Вбейте В гугле В яндексе Там выведете На себя Ближайший Контейнер Куда можно Сдать Ваше второе сырье Дальше Чтобы узнать Как его собирать Просто выбивайте Раздельный сбор Тоже в гугле Появляется Наша инфографика Берете Ей пользу Чтобы сейчас вас не грузить Дальше Заменяйте Весь одноразовый мусор На многоразовую пользу Продаются Одногоразовые Зубные щетки Специально Точнее сделанные С бамбуком Многоразовые трубочки Многоразовые сумки Вместо пакетов Авоськи И так далее Даже вот вместо Вот этих вот кульков Которые у вас копятся дома Кульки с кульками Помидоров Картофеля И так далее Огурцов Просто берете Есть специальные Эко-мешочки Раз Либо Короче Мешки Обычные Для стирки Сечистые Берете их И тем самым Вы не полите Это колоссальное Количество мусора Которое портит природу И мешает жить животным Все это достаточно Просто и удобно Чтобы участвовать Тоже в различных Эко-мероприятиях Вот мы как раз С Красной Сознай Придумали Очень клевую идею Вообще Это уникальный Просто приют Уникальные Замечательные люди Мой большой Низкий поклон За их работу Которую сейчас Принимают Все другие люди Другие приюты Их волонтерские методики Мы Когда люди приходят Они знакомятся С приютом То есть проводят экскурсии Людям рассказывают Зачем нужно помогать животным Как это делать Мы-то о них Параллельно проводим Эко-просветительскую лекцию То есть люди узнают Ну то есть не сейчас Я так голубом по Европам Потому что Может быть рок-сцена Это не самое лучшее место Чтобы толкать какие-то вещи Но пока мы занимаем время Надо его проводить в пользу И можно попивать пеской И слушать Как можно сидеть Стоит негативное влияние Кстати стаканы Можете с собой забрать Они некоторые здесь есть Эко-маркированные И тоже сдать их в переработку Параллельно мы до мэров Скажем нам об экологии Об экологии Об экологии А потом мы идем Выгуливать собак в лес И параллельно собираем мусор Есть такой сейчас формат Плоггинг Что еще Когда люди бегают Такие упражнения На все группы мышц И поднимают мусор Одновременно На земле Тут можно делать плоггинг С собакой Так что Подписывайтесь На паблики И участвуйте В мероприятиях Сейчас конечно зима Это проблема Это волонтерство То что Это сезонность Но в каждом сезоне Своей активностью То есть зимой Мы подкармливаем птиц Дальше Короче Осенью Мы будем сажать деревья Мы будем делать Тоже первое мероприятие Субботники В этом году прошла Всемирная уборка Сделаем Ей было 10 лет То есть в один день 150 стран мира Выходят И убирают мусор Как раз тот Который влит в природе Который ухудшает Жизнь животным В этом году Уже в следующем 2019 Мы ее продолжим В Москве Были замечательные Праздники Чистоты парков Мы приглашаем В них участвовать Приглашаем У нас участвующих Субботников Около приютов Это будет интересно Замечательно При этом мы их Не просто проводим Убираем мусор За другими Мы еще вешаем Специальные таблички В стиле интернет-мемов И мусор снова Туда не возвращается Поэтому мы У вас приятно Ко всем активностям А те Кто из вас Кстати Живут в области Я вот сказал Про москвичи Как-то второе Жизнь вещей А вот вообще С этого года С нового Должна уже быть Такой тоже Двухконтейнерный Сбор отходов Воднин Вы были Кстати Грязные То есть Это неперерабатываемые Виды отходов Это разная упаковка Это пищевка А второе Именно для второсырья То есть Туда кладется Там стекло Бумага Пластик Металл То есть Вы ими пользуетесь Они поедут на переработку Я даже как-то Общался там С вашими сотрудниками Министерства Так что Все ок Я вам рекомендую Использовать Этот формат Эти возможности Снизить свое влияние Своё негативное влияние На крови Сделать свой Вред осознанным Максимально его снижать И приносить пользу И в самом Показывать Обязательно об этом Рассказывайте в соцсетях Потому что Дурной пример Какой бы он ни был хороший Он очень заразительный Просто берите Когда вы участвуете В какой-то социальной практике Обязательно об этом Рассказывайте Ставьте Всевозможные хэштеги И обязательно запостите Фотографии С сегодняшнего дня Пусть мы покажем Что нас много Что нам не безразлично И что Что рок-музыка Нас сегодня объединяет И знаете Ну и совсем Вишечка на торте Я уж извиняю Я сам большой любитель Монгол Шудана Они формировали Мое школьное мировоззрение И сегодня я рад Что открываю Их выступление Сегодня еще проходит В День Добровольца Большой такой Рэп-концерт То есть там разные Я не знаю имена Этих исполнителей Они мне ни о чем не говорят Но сегодня у нас Такая своя добрая Волонтерская Ответственная Дружная тусовка И так что ребята Рад приветствовать вас И всем благости духа сегодня Спасибо большое вам Аплодисменты